А сколько вам лет? Двадцать восемь. Почему вы решили стать боксером? Знаете, в детстве я мог намылить шею всей соседней детворе. Но была одна семья Джонов, они все были молчишками, я не мог их попить. Поэтому я решил натренироваться и накачаться. Какой ужас. А сколько боев вы провели? Сто один. Победил во всех, кроме ста. Извините, напомните, пожалуйста, свой возраст. Тридцать восемь. В свое время вы выходили против боксеров различных категорий. Что вы думаете о тяжеловесах? О тяжеловесах? Ну, знаете, я считаю, чем больше кулак, тем больше синяк. Мое мнение. Рокки, приходилось ли вам боксировать с признанными... Да он... Я так шмякнулся на ринг, что он подумал, что убил меня. Рокки, сколько вам лет? Сорок восемь. За прошедшее время появилось много публикаций о подкупленных поединках. Вам никто не предлагал намеренно проиграть бой? Да, было дело. Знаете, помнится, дрался с Ником Мельником из Техаса. Так вот, они мне предложили лечь в седьмом раунде. Ну, вы, конечно, этого не сделали. Ну, конечно, я никогда не отличался такой выносливостью. Бывали ли в вашей практике какие-то неожиданности? Интересный вопрос. Да. Я сейчас вспоминаю, когда-то дрался с малышом Джо. Откуда же он был? Из Кентукки. Да, был он из Кентукки. Так вот, он мне заехал по носу в первом раунде, а кровь пошла только в шестом. А, и почему же это? Свернулось, наверное. Большинство боксеров носят во рту предохраняющие пластины. У вас были какие-нибудь проблемы с этим? Проблемы с этим? Да нет, разве что только во время еды. Ой, Рокки, а ваш возраст? Напомните, пожалуйста. 58. А как ваша семья? Вы женаты? Да, есть жена, есть. Сейчас лежит, конечно, в реанимации. Ой, а как она вообще, ну, относится? И что случилось с ней? Ну, знаете, прихожу как-то вечером после тренировки, заряженный такой прихожу, ну, она накрывает на стол, садимся мы ужинать, она сидит напротив меня, знаете, и тут она раскрылась. Ну, сейчас ее спасают, да, реанимация. Ну, ничего, что вы, что вы, что вы, нет, нет, все нормально. Спокойно, спортсмен ребенка не обидит. Нет, нет, да, да, я в этом уверена. Многие спортсмены жалеются на различные недомогания. Часто ли вы обращаетесь к врачу? Да нет, к врачу обычно не хожу, но, знаете, профессиональная бессонница у меня. Врач советует, говорит, считай слоников, козликов, что-нибудь, но считай до 10. Ну, знаете, я считаю 1, 2, 3. Ну, а как профессионально, на счет 10 я всегда вскакиваю с кровати. И готов боксировать дальше. Что вы, что вы, нет, нет, Рокки, я слышала. Что вы слышали? Что вы слышали? Что-то она слышала. Все что-то слышат. Может, послышалось? Давайте, может, я прочитаю что-то у вас, на песне. Режиссор поставил такие вопросы бедной журналистке. Она прочитать не может. У нас, боксера, все просто. И... Тишина. Ну, я победил только в одном. Просто сильно меня напухали. Не боитесь. Я же говорю, спортсмен, ребенка. Ну, никогда. Да, еще ребенком нужно. Что вы? Ну, ничего. Это вообще. Да, давайте. По поводу вашего. Я слышала, вы пописываете. Что? Ну, да. Иногда. Да, как и все нормальные люди пописываются. Что за вопрос? Рокер. Рокер, я не про это. Извините, конечно. А я про прозу и стихотворение. А-а-а, ну, конечно, конечно, что же это. Зачитайте что-нибудь нам. Из последнего. Из последнего, да? Да, да. Ладно. Экспромт, экспромт, да. Ой, что ж такое, что ж такое. Значит, вот. Мене бывают, питают иногда. Зачем, мол, Рокер, тебе голова? Молодецкий, да? Держать удар, отвечу всем. И головой я, между прочим, ем. Большое спасибо. Давайте поблагодарим Рокер. Спасибо. Ти, что проходил в мир в городе, Снова не чувствуешь, И что скажешь мне, Ты придешь, и просить не треба. Музыка 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 Первый отряд работает в поте лица, работает, работает и еще раз работает. Пока они работают, детки кушают, ходят на служение. И, как всегда, в конце служения у нас есть объявление. Детки, у нас сегодня одна объява. Хлопчики должны собирать сердце, очищать, а сейчас – урок. Что, здесь закресеете? Детки, я понимаю бумажки, но гроши нашу ей кидашь. И так директор за оплату будь-гого, яку платить. 25 гривен – это еще нужно искать в месяц. И без завершения. Слушайте, а ты периодическое издание выписала какое-нибудь? Какое? Какое? Я в интернете читаю. В интернете? Да что ты там в том интернете найдешь? 62-го года выписываю газету по-киевски и все нормально. Может, все-таки подпишешься? Нет, нет, нет. Слушай, а как ты тут в туалет? А с клавиатурой ходить будешь? Я не знаю. Инколи приходится. Приходится. Вот, бачишь, сочувствие нашей бабуси. Работаем, старушка, работаем. Так, 310-я комната убрана? Нет, нет, боюсь, страшно боюсь, Чернобыль. Чорнобыль, да, я там бачила надпись «Чорнобиль» было написано. А ти бачив тих дітей «Чорнобыль» з кімнатурю? Такие здоровье мы, Михали, нема в усьом лагере таких диток. Вы что, и чем их тут повара кормят? Жуть одна. Чорнобыль даёт нас призна, а Чорнобыль скарала. О, реба, такого счастья больше нам не треба. Что вы, что вы, дитки, ростите, стройте такие атомные станции, чтобы они не взрывались, не хватает нам. У нас тут чистое горское повітря. Горное, можно сказать, Карпати номер два. Ну, конечно. Давай подметай, подметай он, что смотрит бумажки. У них там такие горе справжние Карпати, что только не можно найти? Наклоняйся, нищие, наклоняйся, вот так. Под кровать загляни, загляни, что там под кровать? Ну, здесь стоять. Ну, в рядочок. Мама миля, жуть, вот эти кочки, вы знаете? Маруся, все, завтра кладу директору заяву на стил и... И куда ты пойдешь? Что ты без этих 25 гривен золотых робить будешь, старушка, ты? Ну, банк пойду, ты знаешь, какие шаленые гроши сшивают там. И что ты там будешь робить? Там же кафе люди, не ме чого подметать и мыть. То там хоть бумажки валяются, а не поменькие, да? А вон будет воспоминание. Внукам своим будешь рассказывать, була комната номер 310, жуть одна. Ой, Жернобиль. Боже, сохрани. Аби внуки не веросли, как Жернобиль сидит. Да, у нас все нормальные, у нас все силюки. Всі хорошие дети наши местные, не надо. А те городские поприезжали, сегодня чула уезжают уже. На пляжах пойдем, старушка, солнечные ванны принимать будем, да. Солнечные ванны. Ну что, там... Поздно мне уже солнечные ванны. Вон, вон, еще посмотри, поработай немножко, вон там, да, да, да. О, глянь, глянь. Что там такие? Пять копеек, детки, богатство теряете, ай-яй-яй. Старушка праздновать будет 2 недели на ваших 5 копеек. Наклоняйся, наклоняйся. Слухай, воно, дивись, скільки бумажек. Так тут макулатуру можно сдать на 20 рублей твоих. Что это такое? Сам сдавайся макулатуру. Тебки, вот это едете домой, так дома мае бути порядочок люкс, який мае бути, все сиять. Бабулі вам тут розказують, розказують. Работаем, работаем, нема эффекту. Дивіться, скільки мусора, дивіться, посмотрить на вас. А то щас облучать нас, так ми станемо молодими ще. Не треба нам такого счастья, не треба. АПЛОДИСМЕНТЫ После библейского урока продолжается игра «Собирание сердец». Первый отряд делает это дело по-своему. Достой, Юра, скільки у тебя сердец? Та мало, тут бутылку дубку хочу впарить, как будто за 40-50 сердец. Будет уже нормально. Привет, ты с кого отряда? Встретим. Хочешь у тебя сердечки попить, а ты мне здесь 40 сердец? Есть ли? О, нормально. Облюньте меня водой, я с вас возьму пока сердец. Ну, мы с Аллахом. Давайте, через 5 минут возле балкона. Через 5 минут балкона на Юру из 310-й левой было вылито 3 тазика, 8 бутылок и 2 чашки воды. После заноса аппаратуры, после репетиции выступления было награждение победителей в конкурсе «Рыцарь сердца». Первый отряд заработал 722 сердца, из которых 400 было у Юры, 400, сори, 233 было у Юры и 200 было у Вани. Ваню не наградили, призов не хватило. Но, лично наше мнение, что им надо было... Теперь будет отбой в 9 часов у всего лагеря. 9 часов в лагере «Отбой». На примере комнат 311 и 310 мы посмотрим, как же он происходит у первого отряда. Комната номер 310. Мальчики. Малочки. Малочки. Жон начинает обход. Малочки. Плавно переходим к комнате 311. девочки что за мамазузу я не понял вы что обслуживались я не понял так вам надо к мальчикам вы что-то за ними повторяете все я не понимаю давайте поднимайтесь пошли там дядь Паша вам лекцию сделает вот так день изо дня простое в коридоре мы и простояли 14 дней и сегодня уезжаем но не скоро забудем дядю Джона подушку в руках и свет фонарика в наших глазах спасибо получив можно сидеть на месте показывают эти теири подарунки все все, какие вы получили показывают эти теири все, кто получил всегда и на местах хлопцы так как первый отряд показал свои то вы тоже можете показать ну и все на этом наш сегодняшний день я думаю служение закончилось и любое еще хочет спасибо а сейчас мы встанем и останний раз заспеваем гимн 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 а я не могу это я не могу ну и все я думаю я думаю что это я думаю как Папа, да папе. Папа, да папа, да папа, да папа. Папа, да папа. Папа, да папа, да папа. Пока-пока, маши ручкой, маши, маши деткой. Маши деткой, маши. Все, поехали. Мама, до нас Веня зайшел. Наверное, не пусть и прощаться. Веня. Папа. Веня. 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 Веня.